Добрый вечер в прямом эфире Тагилл ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о главных событиях наступившего 2013 года. Новый год правит по-новому. Сразу семь изменений в законодательстве вступили в силу с 1 января. Пополняют ли новые правила тагильчане? Новый год правит по-новому. Сразу после боя курантов страна несколько преобразилась в законах. Теперь россиянам придется считаться семью новыми правилами. Они вступили в силу с 1 января. Привыкать к ним придется по большей части автомобилистам и пользователям мобильных услуг. Какие изменения произошли в законодательстве? Исправно ли выполняют их тагильчане? Узнала Елена Терехова. Не обошлись стороной и любителей пенного напитка. Им теперь придется значительно увеличить время на поиски бутылки пива. Хмельон напиток теперь, согласно новым законам, не сыскать ни в ларьках, ни в киосках. Мы решили провести эксперимент. Писан ли закон тагильским торговцам? Первая попытка и сразу комам на просьбу предоставить бутылочку пива продавец заботливо предложила альтернативу – сок или воду. В двух других ларьках та же неприступность. Но поиски пенного все же безрезультатными не оказались. В одном остановочном комплексе, к слову, там с июля нельзя торговать пивом, с осторожностью, но все же слабоалкогольный напиток. Причем без предоставления паспорта достали из-под прилавка. Но получая деньги, пиво попросили спрятать. Мол, хмельной напиток продавать запрещено. Его надо употреблять в нормальных местах. И можно посидеть, посмотреть какой-то футбольный матч, пообщаться с друзьями или в кафе, караоке. Ну так-то, а так, чтобы ходить на улице, я думаю, что это некрасиво, некультурно. Ну как почему? Ну что-то пиво самое-то можно пить. Ну не молодежи, конечно, а таким вот ребятишкам самое-то. Зачем это нужно? Ну а взрослым-то надо пиво пить. По ситуации, например, если ко мне гости приехали, и ситуация, ну ребята на машинах, например, ну знакомые, и негде купить, и что мы будем делать. Это этим законом ничего не решить. Плохо. Почему? Потому что я каждый день пиваю. Теперь, согласно законам, пивную жажду можно будет утолить лишь в стационарных объектах с 8 утра до 11 вечера, площадь которых 50 квадратов и больше. Следить за этим будет полиция. И тех продавцов, которые с пивом на полках расставаться отказываются, накажут рублем. Из своего кармана они заплатят штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Владельцев киосков ждет та же участь. Правда, их нарушение будет стоить в 10 раз дороже. Оптовые тоже организации, они ведь, зная, что нельзя уже торговать в таких объектах, они ведь тоже свою продукцию уже стараются отдавать все-таки крупным реализаторам, то есть в розничные сети. Это в магазины, в какие-то объекты крупные, в объекты общественного питания. Потому что там пока разрешено с потреблением на месте. Расправа ждет и переходящих границы законы дорожного. Тех автомобилистов, кто пересекает сплошные разделительные полосы. Первый раз человек попадает так же в вилках, там либо штраф, либо лишение права. А за повторность только лишение прав. То есть повторно попадает человек по данному составу, соответственно он лишается прав. А вот прав прибавилось у пользователей мобильных услуг. Теперь 11 цифр менять при смене одной мобильной компании на другую не обязательно. Пользователь вправе сохранить номер сотового. Правда, за услугу эту придется заплатить. Правительстве обещают не больше 100 рублей. Елена Терехова, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Четверо погибших из десяток пострадавших. Так прошли праздничные выходные на дорогах Тагила. Причем большая часть ДТП произошла еще до наступления Нового года, 31 декабря. Что послужило росту аварийности, выяснял Сергей Копылов. Пренебрежение скоростным режимом и невнимательность в темное время суток стали причиной одного из ДТП 31 декабря. Первое ДТП это 8 часов 50 минут. Водитель автомашины ВАЗ-2106, следуя по улице Горбунова, не справа с управлением, допустив выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующим попутным, вернее, в встречном направлении автомашины КАМАЗ. В результате столкновения водители-пассажир ВАЗовской шестерки получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия, не дожив до боя курантов буквально несколько часов. Водитель КАМАЗа отделался испугом. Говорит, легковушка неслась на большой скорости. Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось в этот же предновогодний день спустя полтора часа. Авария произошла на втором километре южного подъезда. Водитель ВАЗовской девятки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗовской же семеркой. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21093 от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Водители-пассажиры седьмой модели получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы. Еще один человек погиб 5 января в аварии на трассе Екатеринбург-Серов. Всего за минувшие праздничные выходные произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Сергей Копылов, Александр Штраук, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. В продолжении темы происшествий в новогодние каникулы. Накануне Рождества трое молодых людей напали на сверстника. Он возвращался домой поздно вечером. Молодой человек в возрасте 17 лет возвращался от своей знакомой. Когда прошел пешеходный мост по улице Красноармейской, на него напали трое неизвестных молодых людей. И с применением насилия открыто у него похитили пуховик и сотовый телефон. Нападавших удалось задержать по горячим следам. Ими оказались трое жителей Нижнего Тагила. Похищенные вещи владельцу вернули. Возбуждено уголовное дело. Преступники, отмечают в полиции, ранее уже были судимы. Один из них находился в федеральном розыске за квартирные кражи. Вчера избили двух человек. Забрали, короче, с телефона. Домашнюю пиногеновку ее не забрали. Зачем? Послушать. Работаете? Чем живете? Вот таким. Село Николопаловское утопает в мусоре. Его не вывозили, по словам жителей, уже два месяца. Почему недовольные люди не меняют управляющую компанию? Александр Мешков узнал. Жители 11-го и 16-го домов по улице Новая бросают мусор мимо баков. Контейнеры, жалуются, давно переполнены. Последний раз БТВ-отходы вывозили в середине ноября, когда жители Никола Павловского обращались с этой проблемой в пригородную газету. Это хорошо сейчас зима, что как-то мы терпим. А если бы было в лето, что бы тут было. И, конечно, хорошего мало. Во-первых, собаки все растаскивают, а во-вторых, не знаешь, куда этот мусор вынести, потому что все равно неприятно. Вот идешь и вот так оставляешь. Мусорки переполнены по всему селу. За своевременный вывоз отходов отвечает управляющая компания «Уютный дом». Она обслуживает Никола Павловская уже два года. У нас вот такой вот бардак получился. Вот с мусорками постоянно. Мы уже и в газеты писали, как бы реакции никакой. Звоним им в офис. Иногда и в офисе трубку не берут, и диспетчеры трубку не берут. На наше обращение коммунальщики отреагировали сразу. О мусорной проблеме, говорят, знают. Утверждают, до Нового года, согласно документам, отходы вывозили регулярно. 21-го, 28-го, 29-го у нас приезжали смех уборки. У нас перед Новым годом было все вычищено. Неправда. Правда. Неправда. И оставшиеся по дому мы следили. Нет, не надо мне такого говорить. Чтобы убрать накопившийся за праздники мусор, «Уютный дом» необходимой техникой не располагает, договаривается с подрядчиками. Вынуждены заказывать данную технику у тех лиц, которые оказывают услуги по вывозу мусора. Утилизации, захоронению, соответственно. Ну, вот такая накладка случилась. У них то техника, как говорится, была неисправна, то водитель не смог выйти. Сегодня, заверил Денис Поздеев, работа подрядчиков налажена, и мусор будет убран в ближайшие дни. Если этого не случится, старшая по дому Лариса Шупила собирается обратиться в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию, а управляющую компанию сменить. Тем более, желающие взять дома под опеку в Николопавловском есть. Недавно здесь появилась еще одна управляющая компания. Большинство домов, где-то процентов на 70, но не меньше 70 процентов уже согласны дома. Были листы голосования, протоколы собраний. Однако протоколы собраний жильцов директор управляющей компании «Уютный дом» Денис Поздеев считает недействительными. Утверждает, составлены они с нарушениями. За коммунальными войнами жители следят с неохотой. Говорят, главное, чтобы в селе был порядок. Александр Мешков, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тегил-ТВ. Майские указы президента России обсуждались сегодня на совещании главы города. Один из приоритетных вопросов – повышение заработной платы малообеспеченным слоям населения. В первую очередь, работникам культуры. Так как у нас зарплата ниже, чем по области или по другим муниципальным образованиям, мы сначала ее выравниваем, а к ней будем поднимать. Выполнение указа требует выработки механизма повышения зарплат. Сейчас решается, за счет каких средств она будет осуществляться. Кроме того, на совещании обсуждались указы о демографической ситуации в стране, переселении людей из ветхого и аварийного жилья. Свет Салафиила ослепил российских искусствоведов. Одна из экспозиций Музея изобразительных искусств победила во всероссийском конкурсе. Чем покорили именитые жюри? Спектр. Изучить придется в последней работе с большим напряжением. Откуда может быть вырастет новое искусство? Искусство цвета, призма, отражение плюного луча. Цвета лучи даст возможность создать это искусство. Строги из дневника великого русского художника Павла Голубятникова. Написаны они в начале 20 века. Причем в те годы мысли, изложенные на бумаге, казались абсурдными. Едва кто-нибудь решился бы воплотить идею в жизнь. Создать картину без красок и бумаги казалось нереальным. 39-й год, 40-й, задуматься о свето-живописи, наверное, было очень смело и очень сильно. Сегодня свето-живописи очень много. В разных направлениях художники работают. Это фризлайт, это фьюзинги, это различные световые объекты, лайтбоксы, которые мы все уже даже в быту знаем. В то время это было нереально. Создать картину с помощью света, а именно отражением световых лучей через призму, никто не решался десятки лет. Взяться за эту идею не побоялись тагильские музейщики, специалисты музея изобразительных искусств. Мы смогли доказать, конечно, не сами, а с помощью физиков, оптиков, конкретно Евгения Юрьевича Яблочкова, то, что подобная свето-живопись могла быть исполнена. Да, это будет дорогостоящий проект, да, это будет трудный по конфигурации, трудно его будет делать, но он реален. Доказать, что реален, удалось благодаря гранту конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». На полученные деньги музею изобразительных искусств удалось создать уникальную экспозицию «Исконный свет салафила», где главный экспонат, воссозданный тагильским физиком Евгением Яблочкиным, фрагмент картины Павла Голубятникова «Архангел салафил». Мы говорили, хотя бы вычлите несколько цветов, пусть это будет пятнами, нам как бы всё равно, для того, чтобы показать вообще, как работает эта идея, несколько переосмысленная вами. А он сделал символическую чашу. Уникальный проект за несколько месяцев уже полюбился тагильчанам. Отметили его и на всероссийском уровне. В конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» исконный свет салафила признали одним из лучших. И теперь музейщики готовят представить его на международном фестивале «Музейный гид». Он пройдёт в июне 2013 года в столице. Лесная красавица вновь собрала тагильских школьников. Ёлка мэра прошла в один из главных праздников – Рождество. Лично 450 школьников, добившихся успехов в учёбе, спорте и искусстве, поздравил глава города Сергей Носов. Подробности у Елены Тереховой. Десятилетняя Аня в Деда Мороза верит свято, а вот нынешнего мэра не видела никогда. Да и признаётся, вовсе не знает, кто сейчас правит городом. Но на ёлке главы это совсем не важно. Билет на праздник достался не за политические знания, за многогранность. Девочка – гордость не только родителей всей школы. В школе я хорошо учусь. Меня всегда куда-нибудь отправляют выступать. Куда? Петь? Не твачиваешь? Нет, ну там на физкультуре бегать, там на перегонке. Тех, кто держит марку города, уже со школьниц камьи целый хоровод. 450 талантов и умов. Без внимания не остались и опекаемые, и дети с ограниченными возможностями. Зрительные места не пустовали, слабосказано. Главный зал ГДТЮ свою планку сегодня перевыполнил. Вместе с родителями там уместилось 700 человек. Здесь собирается много-много друзей, которых я знаю. Здесь все самые лучшие дети, которые здесь собираются. Так почетно. От школы дают или 4, или 3 билета. И вот всей школы выбрали меня. Почетно и для самого мэра – это его первая елка. На сегодняшнее событие спешил не на шутку. Прямо с самолета приехал на главное событие дня. Все дети талантливы, у всех есть искра Божья. Здесь вопрос задачи нас, взрослых, чтобы эта искра разгорелась и обогревала окружающих в том числе. Поэтому на нас лежит тут большая ответственность. Елка говорит своеобразное спасибо лично талантам Тагила, лично от мэра. В городе так давно заведено 21 год. Лучшие дети от 7 до 17 встречаются у главной елки. У нас в городе детишек талантливых очень много. Потому что любые мероприятия сегодня, которые даже проходят на областном уровне, к нам обращаются за тем, чтобы мы отправили свои коллективы и детишек для участия в областных мероприятиях. Поэтому это уже говорит о значимости. Встречаться с главой города именно в Рождество критерий выверены не специально. Но все-таки, говорят, здесь важный. Лучших поощрять в главный праздник считают верным курсом. На будущий год, надеется, зажжется еще не одна звезда в честь талантливого тагильчанина. Елена Терехова, Павел Охотников, Александр Мясников. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagildefiz.ru раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 4195-51. Делайте новости вместе с нами. А впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго и до встречи. Трое тагильских лыжников завоевали место в региональной сборной. Верхний Салдей завершилась спартакиада среди учащихся в гонке на 5 километров. Лучшие результаты показали воспитанники с Дюшураист и спортклуба «Спутник». Михаил Язовских, Елена Зубова и Василий Тарасов будут теперь представлять Нижний Тагил в составе сборной Свердловской области на Спартакиаде среди учащихся Уральского федерального округа. Победа на этих соревнованиях обеспечит тагильским лыжникам место в сборной УРФО на Всероссийской Спартакиаде, которая пройдет в начале марта в Тюмени. День рождения тагильского хоккея. Антон Зимин, а затем Яков Ищенко увеличили отрыв «Спутника» от соперника. Как рассказал нам главный тренер «Спутника» Алексей Фетисов, тагильчанам не хватило концентрации и желания довести игру до конца. При счете 5-1 наши хоккеисты пропустили две шайбы. В итоге 5-3 и «Спутник», заработавший три очка, отправляется в тур по Центральной России. Саров, Балашиха и Рязань. Следующий домашний матч тагильчане проведут 20 января с Тверским клубом ТХК. А накануне хоккеисты-болельщики Нижнего Тагила отмечали 64-летие хоккея с шайбы в нашем городе. 7 января 1949 года команда «Держинец», это первое название «Спутника», дебютировала в чемпионате Советского Союза во второй группе. В горьком тагильчане встретились с местным торпедо. Исход матча 1-9 в пользу тагильчан. Через день, 9 января, «Держинец» провел с торпедовцами вторую игру, которая завершилась со счетом 2-2. Организатором и первым тренером «Держинца» был Вадим Янушевский. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта расскажем завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин. Новости спорта. Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова